Каждый город имеет свой бренд, отличительную особенность, с которой он ассоциируется у своих жителей и гостей. За свою 142-летнюю историю Иваново обзавелся не одним таким знаком города. В реестре брендов нашего молодого и гордого городка нет упоминаний о том, что Иваново – столица спорта. А зря. У нас много талантливых спортсменов и неплохая база для развития здорового образа жизни. Ивановские спортсмены привозят медали и кубки из разных уголков мира. Богатая и спортивная история города. В 1964 году две серебряные медали на Олимпиаде в Эннбурге получила многократная чемпионка мира в скоростном беге на коньках Ивановка Ирина Егорова. С Олимпиадой у нас связаны еще несколько спортсменов. Мастер спорта международного класса по легкоатлетическому пятиборью Мария Сизякова, легкоатлетка Зоя Скопцова, участники стартов в скоростном беге на коньках Алла Бутова и Сергей Савельев. В созвездии Ивановского спорта девять чемпионов мира и десятки рекордсменов. Если говорить о спортсменах, которые куют славу города сейчас, стоит начать с баскетбольного клуба «Энергия». В 2011 году сборная выступила в Суперлиге. Перед последним матчем сезона наша команда и московская «Глория» имели равные шансы на победу. Это в первую очередь будет противостояние уже как бы так заведомо лидеров. То есть, опять же, повторяюсь, мы будем бороться практически за первое место. И тем более мы играем на их территории в «Глории», и их зал, их стены будут на нас давлеть, и их болельщики определенно будут там присутствовать, и вот то, что будут наши. И я даже думаю, что в какой-то степени перекричат их. Это нам поможет, мы будем чувствовать, что мы здесь не гости, а мы здесь имеем право хозяйничать. Хозяйничать. Любим этот клуб со самого основания этого клуба. Ходим постоянно на все эти матчи. Очень интересно проходят игры. Наша команда вообще самая лучшая, самая супер. И приглашаем всех болельщиков. Мы надеемся очень сильно, что в этом году мы обязательно будем первые. И победа за нами. Тогда энергии удалось одержать верх и пробиться в премьер-лигу. Это заслуживает уважения. Несмотря на то, что первый сезон в новом статусе не задался, девушки не сдались. В 2012 году продолжили борьбу с новыми силами и новым тренером. Итогом сезона 2012-2013 стало седьмое место чемпионата России в премьер-лиге. Для Иванова это была победа-побед. Она дает право участвовать в Кубке Европы. Четырех игроков из наших команд заметили. Они попали кандидатами в составы сборных России разных возрастов. Мы очень гордимся, что в этом сезоне самые младшие наши девчонки, 16-17-летние, они заняли в Чебате России шестое место. То есть выше даже, чем главная команда. Энергию, считает тренер Евгений Снегирев, делает честолюбие. Мало иметь бойцовские качества и упорства, важно хотеть заблистать. Тогда и преград для достижения цели не будет, и мяч окажется в кольце. Без всяких против. Очень бы важно, чтобы такими же в спортивном плане честолюбимыми были бы наши руководители. И руководители образования, и руководители спорткомитетов, и руководители города, области. Чтобы они были честолюбимыми и говорили нам, да, вы молодцы, но это плохо, давайте на следующий год будем делать еще лучше. Когда постоянно будут ставить задачи, тогда, наверное, и спортсмены наши Ивановские будут достигать все больших и больших результатов. Вообще, ивановские невесты не раз доказывали, что в баскетболе равных им нет. В минувшем году девушки из химтеха выиграли чемпионат ассоциации студенческого баскетбола. Я на самом деле очень сильно переживала. Четыре дня, я прямо какой-то сплю и вижу, что это за игра, и вот очень сильно нервничала, не сбивала свои очки, которые я обычно сбиваю. Но вот все равно мне удалось хоть чего-то забить. И вот уверенно, как бы команде принесла какую-то уверенность в этом. Тренеры замечают, что наших спортсменов отличают коллективизм и дисциплинированность. Ивановская школа учит в любой ситуации выполнять задачи, которые поставил тренер. Быть вместе и работать плечом к плечу. Дружеская обстановка и чувство локтя отличает и футбольный клуб «Текстильщик». Отдельный предмет для гордости – любовь болельщиков. Такого дружного фанатского сектора, пожалуй, нет больше нигде. Цифры, говорят, еще красноречивей. На каждый матч «Текстильщиков» в Иванове приходит в среднем 5000 болельщиков. Тогда как в городах наших соперников этот показатель в два, а то и в три раза меньше. Если сравнить с другими городами, даже такими же примерно по численностям взять Тверд, другие города, мы видим, что там ходят полторы-две тысячи человек на матч. Это тоже показатель. Это показатель того, что первое есть в городе дух футбола. Это есть показатель того, что организованы матчи должным образом. На стадионе надо отдать должное, нашим руководителям-организаторам всегда порядок. И можно и покушать, и чисто. Поэтому это тоже люди настроены на игру. В Иванове болельщики живут надеждами. Выходы команды – ФНЛ. Сам клуб сейчас находится на третьей строчке первенства зоны «Запад». До конца сезона осталось всего две игры на выезде. Ивановцы настроены очень серьезно. Пока есть даже теоретические шансы. Мы будем биться в каждый матч и стараемся делать все возможное. Сейчас не все зависит от нас, но мы постараемся все приложить к этому. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Очень приятно слышать в адрес команды приятные слова, когда поддерживают трибуны, гонят. Соответственно, мы игрой стараемся доказать, что мы не просто так на поле выходим. Игра «Миллионов» в Иванове основана на взаимодействии команды со зрителями. Болельщики приходят на трибуны, чтобы поддержать футболистов, а те, в свою очередь, не могут подвести своих фанатов. Мы верим в команду. Самая яркая звезда Ивановской художественной гимнастики – Марина Шпехт. В нашем городе ее имя давно уже стало синонимом этого вида спорта. К гимнастику Марина пришла сравнительно поздно, но ей это не помешало. Я пришла в 8 лет в художественную гимнастику и загорелась, наверное, как звездочка тоже поздно. Практически в 16 лет меня заметили и взяли уже в основной состав сборной команды России, когда все мои сверстницы приходили туда уже в 10-12. Собственно, поэтому, наверное, я проскакала очень долго, до 21 года. Было много и поражение победы, но вот до мастер спорта международного класса удалось это заниматься. Чемпионка в прошлом, сейчас она выполняет еще более сложную и ответственную работу. Воспитывает молодое поколение звездочек гимнастики. Девушка, которая прославила Иванова в прошлом, создает его спортивное будущее. Детки, с которыми я работаю, я понимаю, что когда-то нужно проявлять, может быть, какую-то жесткость, может быть, как-то ограничивать детей в чем-то. И для меня это... Ну, я вспоминаю просто своего тренера и понимаю, что, блин, я ведь становлюсь похожа на нее. И как бы боюсь, что дети могут там как-то, может быть, неправильно понять. Но потом все равно мы выходим из зала, и с ними сразу друзья, и никогда у нас не бывает никаких пока... Вроде никаких не было таких моментов, чтобы мы разругались с детьми. Подопечные Марины признаются, когда тренируешься у звезды гимнастики, волей-неволей приходится соответствовать. Прислушиваться ко всем советам наставницы. Марина Александровна бывает иногда в серьезе, работает над нами, готовит к соревнованиям, к стартам, готовит над каждым шагом, работает. Ближе к соревнованиям бывает она строгая, а вот когда просто мы отдыхаем, она добрая, веселая. Рассказывала, как она с другими гимнастиками ездила на разные соревнования, общалась с ними, соперничала. Как она переживала неудачные выступления, как она радовалась за свои победы. В нашем городе не так много именных турниров. Одним из них стал международный турнир по художественной гимнастике «Марина Кап». Сотни юных талантливых спортсменок из разных стран раз в году съезжаются в Иваново, чтобы сразиться за кубок имени Марины. Чем это не признание заслуг? В городе спортивная жизнь очень насыщена. Ни одних выходных не проходит без соревнований. Зимние виды сменяют летние, летние – зимние. В минувшие выходные в городе появились состязания за еще одну престижную награду – Кубок губернатора под Зюдо. В Ивановской Федерации 600 борцов. Я думаю, что эти соревнования будут одним из самых ярких в плеяде кубков губернатора среди разных видов спорта. Я думаю, что будет очень много зрителей и вообще перспектива этих соревнований очень большая. С силовыми видами спорта в Иванове всегда было хорошо. На пьедестал почета очень часто поднимаются мастера боевых искусств из нашего города. На последнем чемпионате России кудаисты из Иваново, одолев главного фаворита этого вида борьбы, команду Дальневосточного федерального округа завоевали три золотые и две серебряные медали, тем самым заявив о себе на всю страну. Тяжело было. Почему? Потому что у нас в этом году был юбилей федерации, 20 лет. И все спортсмены очень хорошо подготовились. И нашим ребятам особенно было тяжело, потому что Дальний Восток очень сильная команда. И каждую свадку наши ребята приходилось ворвать зубами. Ни дня без тренировки, ни дня без достижений. Для ивановских спортсменов это будни. Расслабляться нельзя ни на минуту. В городе регулярно проходят спортивные соревнования, фестивали, этапы кубков ЦФО и всей страны. Выступить здесь, блеснуть там, порадовать группу поддержки. Ивановцы и спорт одно целое. Неплодородная для урожаев наша почва буквально золотая для спортсменов. Ивановская школа спорта – школа выдержки. Силы духа – упорство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова